Гутен таг, Фролин. На днях крутила легендарная казино Вар Тандер под названием Шкатулка Дракона, и всего с 2 миллиона серебра мне выпал вот этот офигенный бомбардировщик ПВ-2Д. Он довольно редкий, в рандоме я его фактически не встречал, но я на нем чисто из интереса скатал несколько боев, и это просто имба, потому что он может нести около 8 тысяч фунтовых бомб плюс ракеты, либо можно подвесить 2 Тинитим, 2 тысячи фунтовки и те же самые ракеты. Неплохое оборонительное вооружение, плюс в принципе для бомбардировщика у него очень хорошая маневренность, так что давайте не будем особо тянуться предословием и предословием, да, и пойдем в бои. Для начала давайте покажу, чего вообще стоит набить этот самолет, потому что стоит он 739 очков. Да, то есть нам нужно захватить точку, сделать фраг, может быть еще разведку какую-нибудь оформить. В общем, набить на него довольно проблематично по очкам, но поскольку он находится на низком боевом рейтинге, просто берем Чаффика. Не самый мой любимый танк, но зато моя одна из самых любимых карт Восточная Европа. Так что думаю, особо проблем с набитием на этот самолет у меня не возникнет. В общем, давайте для начала возьмем точку и кинем арту куда-нибудь сюда. Там обычно часто любят тусоваться противники. Так, и после захвата я даже не знаю, куда себя приткнуть на Чаффике, потому что один снаряд от любой Т-34-ки, либо КВ-шки, и мы трупы. Брони, как известно, у него ноль. Ладно, точку захватили. Так, и нам, естественно, не хватает. Нужно хотя бы еще полтора фрага сделать, как-то умудриться. Блин, я бы, конечно, попробовал не лезть на рожон и разведку сделать. Да, разведка не пропнула. Не пропнула. Надо сейчас пролететь, постараться. В принципе, задумили. Может даже повезти. Ладно, сейчас надо поменьше болтать. По-поль же чем-нибудь делать полезного. Какие-то попадания даже наносятся артой. В принципе, неплохо. Писавку ношу. Уничтожают. Опа, пума. Сюда. Один есть, там еще штук. Или что это? Сносим заборчик. По нему бы сейчас отработаться мы вообще там, я не пойму. Нет, уехал. Так, а это плохо. Мне перезарядка. А, чтобы сняли просто. В принципе, началось все довольно неплохо. Оп. Так, я не понял. Я уже испугался то, что он живой. Началось все довольно неплохо. Нам, думаю, уже должно хватать. Да, хватает. Ну, давайте заберем точку. И уже будем влетать. Как раз этот проезд чекнем. Тут, в принципе, странно, никого даже нету. Все, что ли, в объезд поехали. Ладно, поехали об кого-нибудь убьемся. Чисто, чтобы фраг не пропадал. Там как будто кто-то был, но его уже убили. Опа. Блин, показалось. Не, конечно, играет на максимальном качестве. Вар Тандер это то еще удовольствие. Не успел. Разведочка. Отлично. Если его уничтожат, то наш самолет будет дешевле пачком. Опа, мне хана. Серьезно. Я вот сейчас вообще не понял, куда он выстрелывал, как. Так. Это у нас Вербридинт. К сожалению, просрал выстрел хороший. Ну, все, меня убили. Я, в принципе, уже на рожон тут вылез. И очень странно то, что меня первый пазик не убил. Так, давайте берем наш самолетик. Возьмем. А, не, я ошибся. Не 8 тысяч фунтовок. 6. Но все равно как бы это дохрена. И плюс как бы мелкие вот эти ракеты. Как они там, Хвары называются. Я не особо понял их прикол, потому что прямо попасть из них довольно сложно. И даже при прямом попадании это негарантированный фраг. Даже не всегда криты наносят. Так что чисто будут, чтобы, если что, издалека по зениткам пошмалять. Вот. А сейчас нам уже надо думать, куда нам заходить. Потому что наши как-то резко слишком прорвались. И противники, походу, скоро уже все. Я бы, конечно, откидал вот на эту линию и на Филд. Но там авиации довольно много. Кстати, еще в плюс этого самолета хочу вынести то, что он довольно живучий. То есть, несколько попаданий из какого-нибудь отца, да, он в принципе держит. Ладно, сейчас без всякого бомбового предс... Оппа. Да, только что сказал то, что он держит. Попадание хорошо живет. И меня тут же срезали. Ладно. В принципе, бывает такое. О, даже криту спал кому-то нанести. Это, походу, самолету. Отлично. Если он упадет, будет вообще шикарно. Ладно, пойдемте в следующий бой. Тут уже делать нечего. Но, блин, конечно, такое. Ладненько, давайте попробуем построить заход. Тут не особо очевидно, куда вообще кидать бомбы. Потому что карта такая... Не очень очевидная. Играется на ней очень редко. Тут бы самолет, конечно, сначала срезать. Блин, это А6, либо А7. Давайте его попробуем срезать. Охренеть. Мы сбили самолет, а даже потанковали. Неплохо. Я вижу там какую-то цель. Давайте отдадим на нее ракеты. Все равно нихрена не попадет. О, чего? Убил хварами ПЗ-4. Ну, это, конечно, просто фантастик. Такое редко случается. Так. Надо сейчас пристроить бомбу. Там зенитки, блин, шмаляют по мне. Я не знаю, что с ними делать. Я довольно крупная цель. И я думаю, они по мне отработают очень легко. Хотя там и у второй заходит. Если он грамотно построит заход, пока я отвлекаю зенитки. Может быть, даже всех сможет убить. Я вроде слышал там еще самолет. Показалось. Походу, показалось. Блин. Нас раскритовали. Мы уже почти перестали лететь. Но даже с критами. Блин, этот самолет даже немножко летит. Я вообще не понял, куда заходил этот Л-2. В принципе, от них есть плюс. Потому что они отвлекли на себя зенитки. Одну даже срезали. Но там еще... Блин, там просто вся команда из зениток. Я не знаю. Я сейчас точно сдохну. Надо уходить по низам и попробовать бомбу откинуть как-нибудь навесом. Может быть, что-то сплэш ему зацепит. Так, давай. Я даже не успел бомбу скинуть. Просто вся команда состоит из вражеских зениток. Вообще почти вся. Вы видели, сколько там трассеров было? Так, ладно. Это был разогрев. Первый комом. Второй разогрев. Погнали в следующий. Окей, let's go. Взял более веселый сетап. Состоящий из двух тенитин. Который, кстати, находится в бомбовом отсеке. Первый раз вообще такое встречаю. Из двух тысяч флотовок. Ну и ракет. Так. Думаю, сначала стоит избавиться от бомб. А затем уже переходить на бомбы и хворы. Хотя бы, на самом деле, сначала и хворы откидал. Они самые бесполезные. Хотя единственный фраг, который мы сделали за те бои, был как раз на хворах. Я вижу там цели. Там целей, в принципе, их довольно много. Попробуем с бомб по ним отработать. Нам главное сильно не раз... А, его уже убили. Ясненько. Ладно, зайдем чуть дальше. Из пикирования он, конечно, выходит тяжко. Ну, в принципе, бомбер. И так понятно. Давайте откинем бомбу. Все, бомбы ушли. Разгоняемся. И критические повреждения. Но хоть что-то. Да, за мной не сильно 6. Попробуем немножко отработать по нему. Может быть, что-то и попадет, да? Попадает. У нас, в принципе, довольно неплохое оборонительное вооружение. И особо беззащитными в этом плане мы себя не чувствуем. Да, мы его скинули. Можно дальше заходить на цели. Как раз сейчас у нас ТМТ выбраны. Селектором вооружения сейчас пользоваться не буду. Потому что и так все. Так, как нам надо. Видел там цели. Там наши их отстегивают потихоньку. Думаю заходить как раз на филд. И попробуем отработать ТМТшками. Урон у них очень большой. Так что забираемся повыше. Чтобы себя не зацепить. И было бы очень плохо, чтобы по нам не отработала авиация. В принципе, уже с такого расстояния. Опа, если троих получится, давай. Раз. И два. Попадание. Два икс есть. Просто одной ракеты и сбыл двух. Ну, фактически двумя, но... Это ладно. Упусти момент. У меня опять сели на шесть, походу. Да. Но как-то они не особо пытаются меня убить. Что странно. Как-то давайте по ним позаливаем. Просто, чтобы отстали от нас. Даже не говорю о том, чтобы фраг сделать. Блин, мне уходит. Да. Там у меня мертвая зона. Ой, блин, чувак, спасибо тебе. Просто скинул хвост в коем-то веке. Вы когда-нибудь видели такое, чтобы союзники даже помогали? Это что-то невероятное. Просто чувак. Атен Нитль. Спасибо тебе большое. Так, ладно. У нас остались хвары. И давайте попробуем ими. Отработать. В идеале, конечно, по легким целям. Потому что бронированные цели они тупо даже пробить не смогут. У нас там пробитие сколько у них? 49 миллиметров. Я уже точно помню. Вообще какая-то машинка стоит. Зальем по нему из пулеметов. У нас, кстати, 8 браунингов. Так что заливается неплохо. Так, сюда и сюда. Попадание. Ну, блин, у хваров очень низкий урон. Так, отработать фронтового вооружения я понемногу. Столового, точнее. И у нас осталось 3 ракетки. Давайте уже о них убьемся. В принципе, 2 фрага. Уже неплохо. Но пока показатели не очень высокие. Можно лучше. Я прям чувствую, этот самолет может намного-намного лучше. Отдадим 2 туда. Есть. Попали. И там еще эта машинка. Давайте по нему из пулеметов. И... О, 2Х. Отлично. В принципе, 4 танка уничтожили. Считаю это довольно неплохо. С учетом того, что это даже не штурмовик. Это был ландировщик. И давайте пойдем. А хотя... На дублер какой-нибудь хватает. В принципе, да. Можно взять хвары. Давайте возьмем браунинги и хвары. Посмотрим вообще, что получится сообразить на дублере. Если уж набили. Так. У нас дополнительно 4 браунинга. То есть всего 12 браунингов. И 8 хваров. Надо понять, куда заходить. Потому что на Томфилду я зениток подразобрал. Мальца. Так. Там видно цели. Над нашей ПВОшке помочь. Хотя она и так неплохо справляется. Это что? Какой здесь круусайдер? Зенитный. С двумя двадцатками. Ну, похоже на то. На Томфилду здесь цели. Но одного убили. Здесь никого не видно. Ну, пока что сбрасываем скорость. Потому что иначе мы будем очень плохо маневрировать. И он какой-то едет. Но я на него уже нормально не зайду. И давайте. Блин. Как бы он по мне не отработал от Шерман. Или что это? Что это ПЗ-4? Ну, давайте попробуем. Чисто 2 дадим. 3. Даже на гуслю не поставили. Ну, да. Я сам криво их откинул. Вот с этих ракет лучше, конечно, по слабобронированным целям отрабатывать. Вон там кого-то видно. Но это тоже ПЗ-4. Опа. А это у нас что такое едет? Походу, что-то вкусненькое. И, возможно, даже слабобронированное. Давайте с браунингов по ним зальем. Даже криты дали. Две ракеты. Бам. Технику уничтожено. Что я там до этого говорил про эти ракеты? В принципе, если приноровиться, то можно довольно неплохо с них попадать. Даже кого-то забирать. Но, опять же, цели должны быть, во-первых, не мелкие. А, во-вторых, слабобронированные. В десятый раз это говорю. Ну, ладно. Там вообще по-за четвертой, видимо, на меня обозлилась очень сильно. Ну, лови. Че. Естественно, не попали. Просто показали ему то, что не надо пытаться по нам стрелять. Вообще. На этого вряд ли зайдем. Там, наверное, кто-то по нам выпил тоже пазик. Давай, раз. Бам! Одной ракетой! Серьезно? Блин, чуваки, это было охеренно. Хорошо, тоже дублер взяли. Плюс двоих забрали. С ракет. С этих варов. Причем они расположены у нас вон как далеко. И все равно смогли попасть. Блин. Я был худшего мнения об этих ракетах. После того же АИЧ-1А или как он-то называется. Запрошен. Так, ладно, его мы с браунингов не забрали, но поставили на гусеницу. Это оху... О, помощь приждали. Но это за другого. Это уже неплохо. И, кстати, вы видите то, что он для бомбера прям... Ну, довольно неплохо разворачивается. Не идеально, но в целом хорошо. Давайте попробуем по пазику отработать сверху. Кританули его, правда, непонятно что. Возможно, мехвода, либо стрелка радиста. В принципе, браунинги забирают в крышу пазиков. Но нужно прям очень хорошо заливать. Плюс лента у меня стандарт. Ясно. Ладно. Так, по мне уже начали отрабатывать. Ясно, это смерть. Два самолета плюс ХС кого-то там. В принципе, можно и по пилоту попробовать попасть, но это маловероятно. Очень маловероятно. У нас есть именно тушитель. Что плюс? Давай тушись. Отлично. Мы, правда, уже вряд ли доживем. До того же филда плюс мы почти победили. Да. И меня Элька сбила. Но, блин, шесть помощей, шесть фрагов. Я считаю, это более чем достойно. Так что пойдемте в следующий бой. Итак, наш гарпун снова в строю. Что интересно, карта та же самая. Что-то сегодня подбор карт прям не очень креативный. Ну, и ладно, карта неплохая. Главное, что не пески песков. Какие-нибудь. Так. Надо понять, куда себя пристроить. Команды противника как будто уже стало поменьше. Там вон вроде несколько танков есть. Но наши уже почти по всем фронтам. Я бы на самом деле туда чисто по приколу закинул бомбу. И на мне похуду авиация заходит. Нет. Две бомбы туда отправлю. Может быть, что-то попадет. М-да, попадание там что-то бронировано стояло. М-м-м, Матиль там ракетное. Довольно редко их сейчас встретишь. Добавляем тяги. И давайте зайдем на филд. Плюс открыть надо бомболюк. Не забыть. Так, ты лови ракеты. Есть. Прямо прямое попадание было. Я видел. Честно. Так, танчиков на этом филде не видно. Но это не значит, что их нет. Как это обычно бывает. В принципе, что-то особо толком никого не видно. Я бы хотел по какому-нибудь скоплению отработать. Но что-то пока... Его не совсем есть. Если так вообще можно сказать. Этого человека, надеюсь, не сберут раньше времени. Лови бомбу одну. Так. Бам. Уничтожил. Так. Теперь на кого? В идеале зайти на Б. Но я просто не развернусь на нее. Думаю, сейчас начнут появляться на том филде. Чарики. Да, вон один появился. Я очень надеюсь, что это не зенитка. Хотя вон двое. Я не знаю, смогли на них зайти. В теорию это возможно. Но, блин, если зайду... Так, давайте раз-два. Две бомбы. Надеюсь, выйду. Бам! Х2. Вот это вот было хорошо. Так. Так, я уже не помню, сколько фрагов я сделал на Чаффике. Кажется, два. Значит, у нас уже четыре фрага. Так. Могу что-нибудь вкусным. Ну, это Краусайдер, блин. Не знаю. Его из браунигов можно забрать, но лови. Одну бомбу скинул. Забрал. Отлично. По две тысячи монеток дают два фрага. В принципе, на лову себе были бы. Были бы еще какие-нибудь скопления техники. Вот. Просто приключите, что можно сделать с этими бомбами. Так. Лови. Бам! Просто одной ракетой. Прямое попадание в зенитку. Причем бронированную. Чуваки, это лайк однозначно. Так. Там стоит какая-то цель. Блин, ее бы с браунигов можно было забрать. Серьезно. Нам поджали рез. Не все слабо бронировано. Блин, развернуться бы на них, отработать с браунигов, это было бы просто офигенно. Кто там не отрабатывает? Это самолет? Я что-то не вижу. Никого нет. Да, это был самолет. Тех двоих забрали. Там больше никого нет. Давайте попробуем зайти на филд. Лететь, перезаряжаться. Не знаю, есть смысл. Нет. Полетаю. Просто раздражаю вражескую авиасу. Давай, сюда. Да, еп. Так, он выйдет. Нет, он на огневый не вышел, к сожалению. У меня уже горят движки. Включаем огнетушитель. Это корсар. Блин, опасная охрень. Не знаю, что с ней делать. Вперед. А, я могу вперед застрелять. Слушайте. Ну, раз так, то. Попробуем по нему отработать. У него... Нет. Ну ладно, шесть фрагов, чуваки. В принципе, звучит вроде подобное. Я вот уверен. Жалко, как красайдер не забрали. И нам хватает на дублер. Берем просто дублер. Это также шесть тысяч фунтовок. Плюс хвара. Я не знаю. Там как раз восемь дублеров. В принципе, можно тратить. Даже универсальный бы потратил. Потому что раз бой идет хорошо, то нужно продолжать. Плюс у команды противника тоже есть сильный чел. И наша команда уже уменьшается. Они, в принципе, могут взять инициативу в свои руки. Если они немножко поднапрягутся. Единственный момент меня смущает, то, что там было много авиации. Вроде как я видел три самолета. Плюс тот Корсар. Корсар для нас это самая опасная хрена сень. Потому что у нее шесть 20-мм пушек. Либо... А, четыре... Четыре 20-мм пушки и шесть браунингов. Типа, разная модификация. Вот. Попробуем вот это вот срезать щелика. Сбрасываем скорость немножко. Это что? G20 какой-то или что? Непонятно, честно. Сделаем попадание. Отлично. Криты. Ну, я думаю, он уже особо не летайка. Да, и мы его сбили. Это ЦР-ка была 714-я. Ладно, монет дали мало. Потому что он вроде 1.7 вообще. И там зашли уже на С враги. Давайте... Че это за танк вообще? Блин, чел. Не убивай меня. Пожалуйста, его убей. Ладно. Сбрасываем бомбу, потому что у меня на шести кто-то сидит. Может быть попадет? Нет, без урона. Это Харикейн. Да, это Харик, походу. Да, сделали по нему криты. И помощь. Серьезно. Ладно, один самолет сбили. Две помощи. Не очень эффективно воспользовались дублером. И я даже не знаю. В принципе, наши побеждают потихоньку. И их, наверное, можно оставить. 8 фрагов. Один самолет. Что тут еще нужно доказывать? Самолет имба. И тут танчик полетел. Прикольно. Итак, снова взяли наш гарпун. С горем пополом смог на него набить. Было тяжко, но я справился. Пришлось даже брать Шерман. Вот. Шерман имба. В принципе, все как обычно. Самолетик с B-1. Кстати, знаете, я посмотрел на бирже. Этот самолет на рейтинге 3.7 стоит 40 гейдинкоинов. То есть, это 40 баксов. Что, как бы, довольно до хрена. Некоторые реактивы, вроде как, столько же стоят. Ну, что ж. В принципе, самолет реальный бомб. И давайте туда дадим пару ракет по зениточке. К сожалению, не забрали. Сюда дадим одну бомбу. Просто, чтобы облегчиться немножко. Потому что мы уже набрали слишком высокую скорость. Опа! Попал! Я не ожидал, честно. Я скинул просто на шару. Чтобы было чуть-чуть попроще выходить из пикирования. И залетел по движущимся пазику третьему. Причем, его забрало именно сплэшем. Опа! Тут тройка. Давайте откидаем ракету. Может быть, по зенитке попадет что? Так, ладно. И закидываем вот примерно сюда на опережение. Надеюсь, зенитка не собьет. Так, смотрим. 2Х. Нет, ребят. Этот самолет, это просто мега приятная штука. Да, на него тяжеловато бывает набить. Но это был рейтинг 3.7. В принципе, игроки еще не настолько прошарены. И не настолько топово играют. Но зенитки, конечно, да. Мы очень большая цель. И они нас просто, так скажем, разносят полностью. Снова Х2. Я не знаю. Уже 5 танков снес. Один самолет сбил. И у нас еще осталось 2 бомбы. В принципе, можно было бы экономить ракеты. Но мне кажется, если бы я тогда зенитку не спугнул этими ракетами, то меня бы уже давно забрали. Это у нас вербельвинт. Давайте по нему из пулеметов отработаем. Может быть, наводчика хотя бы ему снимем. И одну бомбу туда даем. Так, выйти. Не, как же он прекрасно управляется. Это у нас 6 фраг получается. И у нас остается еще одна бомба. Там наши уже почти точку забрали. Не, ребят. Если вам выпадет этот самолет в этих ящиках, это будет просто нереальное приобретение, на мой взгляд. Здесь сидит пазик. Мне кажется, его сейчас заберут. Но просто отдадим по нему бомбу. Снова вышли. И снова фраг. Это просто шикарно. Вы даже не представляете, насколько я сейчас кайфую. Да, бывают не очень хорошие бои. Но... Чуваки, 7 фрагов. Хотелось бы, конечно, добить до десяточки. Но наши почти уже забрали точку. И мы, в принципе, это уже не успеем. Плюс мы как раз реализовали вообще все наше вооружение. Блин, там пазик 4. Его можно было бы пробить, попытаться. И, в принципе, мы даже это сделали, поставив его на гусеницу. Но... Ладно, я думаю, стоит закончить на этом. Потому что... Сами понимаете, как это обычно бывает. В общем, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. Оставляем коммент, на какую технику вы бы хотели еще увидеть обзор. У меня пока идей не особо много. Но... С вашей поддержкой, я думаю, что-нибудь придумаю. Ну и, кстати, этот самолет даже немножко фармит. Типа 60 тысяч. Это с прям аккаунтом. На боевом рейтинге 3.7. Просто шикарно. Ну и сетапчик под него создается просто офигительный. В общем, всем удачи. И всем пока.